Доброе утро, дорогие друзья! Думаю, что каждому из нас в жизни приходилось и приходится есть как бы между прочим. Вот вроде и не хочется кушать. Вот смотришь телевизор, рука сама с собой тянется кусочкой шоколадки или какому-нибудь бутербродику. И так уж получается, что ты ешь, ешь, постоянно ешь, даже когда тебе этого совершенно не нужно. Вот сегодня об этом мы хотим поговорить с нашим фудкоучем Ксенией Вязкой. Ксения, доброе утро! Доброе утро! Слушайте, но говорят, что самая, наверное, распространенная причина, по которой мы едим без причины, когда мы есть не хотим, это от стресса. Да. Так это на самом деле. На самом деле мы живем в каком-то кругу, замкнутом со стрессом и едой, потому что не все знают, что многое еда провоцирует рост этого гормона стресса, кортизола. Не только внешние какие-то факторы, но и то, что мы едим. Вот. И на самом деле большое количество мяса, которое мы едим, полуфабрикатов, искусственных йогуртов и, самое интересное, мука, как раз при переваривании вызывают огромный рост кортизола. Соответственно, вот он и замкнутый круг. Является кортизол, ты опять хочешь есть, это все бесконечно. Да, да, ты находишься в состоянии стресса, поэтому если вот уже сегодня на завтрак, да, мы съели бутербродик с колбасой, что уже есть кортизольная еда, то мы съедим еще макарошки на обед, и к вечеру мы придем к тому, что будем есть, есть и есть, не заканчивая. Поэтому единственный шаг – это снизить уровень вот этих продуктов кортизольных, и все, и тогда будет все намного лучше. Ну, тогда дайте совет, как это делать? Вот, предположим, начали мы нервничать, если мы делаем, ну, все, вот, как в личной жизни проблемы, рука потянулась к булочке, ты начинаешь есть. Что вместо булочки, что делать для того, чтобы не есть? Ой, надо сначала выпить воды, потеплее, теплой воды, потому что чем меньше мы едим теплого, тем больше нам хочется что-то загрызть, потому что, согласитесь, все эти кортизольные, стрессовые, нервные продукты – это как раз то, что вызывает у нас удовольствие, да, хрустящее. Хрустящее, сладкое, да, или излишне соленое, или искусственный какой-то вкус. Поэтому тут только собственная работа над собой, и все. Сила воли. Да. Появились, как я делаю, печеньки в доме, там бабушки принесли или конфетки, сразу идут на улицу, это все, потому что, если ты это уже оставил у себя в квартире, то жди всю ночь, ты будешь это есть. В нашей стране существует культ еды. Ну, знаешь, вот праздники, когда собираются за столом огромная семья, дни рождения, юбилей, особенно Новый год, это же отдельный праздник, когда невероятно огромные столы накрыты. Как относиться к таким вот? А ты понимаешь, что есть, ты вроде не хочешь, но у тебя остается много еды, ты постоянно ешь, ешь, вот что с этим всем делать, как к этому относиться? К сожалению, да, культ это еще не культура еды, как раз культуры еды у нас очень мало, потому что даже задумываясь о каком-то застолье, можно продумать меню заранее, не скидывать все подряд, вот давайте люди ешьте и потом выходить из этого состояния несколько дней. Нет, даже любое огромное застолье можно сделать с печеной рыбой, с брокколи и вкусной цветной капустой, да, овощи и белок. Прекрасное сочетание, и даже если вы съедите очень много рыбы, я не знаю, со свекольным салатом, ничего плохого у вас не будет ни вечером, ни на утро. Да, осталось только, в общем, заставить себя не есть зеледку под шубой. Нет, почему, это же как раз сочетание нормальной рыбы со свеклой. А скажи, вот самый последний вопрос на сегодня, насколько реально научить себя есть вот именно тогда, когда нужно утолить физиологический голод, а не тогда, когда просто, знаете, хочется вот это, это, это. Реально. Главное начать свой день с правильного завтрака, и тогда все пойдет хорошо, я считаю так. Если вы позавтракаете нормальной кашей, там, пшенкой, не овсянкой, потому что овсянка как раз глютеновый продукт, вот, будете есть достаточное количество белка, то у вас не будет никакой потребности заедать между приемом и пищей. Чем полноценнее еда, тем у вас меньше желания есть между. Вот и все. Ну, будем стараться, во всяком случае, следовать вашим советам. Все вместе будем стараться. Огромное вам спасибо, Ксении, за то, что нашли возможность пить к нам сегодня в гости. Дорогие друзья, еще раз представлю нашу гостью, это фуд-коуч Ксения Рятская. Ну, а мы продолжаем.